Музыка Одним из первых занятий первобытных людей стала охота. На протяжении веков человек добывал себе пищу и обогащался, убивая животных. За это время он уничтожил большое количество зверей и птиц и лишь недавно задумывался о сохранении и воспроизводстве охотничьих животных. О том, какие меры предпринимаются в этом отношении у нас в области, тема нового выпуска экологического вестника. Музыка По своим природным и климатическим условиям область принадлежит к одному из благоприятных уголков Дальнего Востока России. Ее территория представлена двумя типами рельефа – горным и равнинным. Это и обуславливает разнообразие и богатство местной фауны. По данным Икарпа, здесь вводится большое количество копытных и пушных видов зверей, представляющих особую ценность для охотников. На территории нашей области обитает 446 видов позвоночных животных. Сюда мы включаем 92 вида рыб, 7 видов амфибий, 9 видов пресмыкающихся, 301 вид птиц и 67 видов млекопитающих, относящихся к шести отрядам. Это рукокрылые, насекомоядные, грызуны, зайцеобразные, хищные и парнокопытные. К видам, представляющим интерес для человека, ценным видам млекопитающих животных, относятся 20 видов. Пушные звери семейства куньих, соболь, норка, харза, ласка и другие. А также 2 вида медведей, волк, рысь, зайцы, андатра. Кроме этого, в области идет охота на копытных животных. Кабана, изюбря, косулю. В еврейской автономной области обитает более 20 видов охотничьи промысловых птиц. Традиционно это дикие гуси, утки, птицы семейства куриных, фазан, белая куропатка, рябчик, тетерев. А также несколько видов крупных куликов. Вальчнеп, бекас и другие. На территории области площадь охотничьих угодий достигает порядка 3 миллионов гектар. Наиболее ценные для охотников расположены на северо-западе автономии, где обитают таежные виды животных. Не менее богаты и равнинные угодья области. Наиболее ценными являются охотугодия, расположенные в западной части области, представленные кедрово-широколиственными лесами. В данных типах охотугодий наиболее емкие по пищевым ценностям биотопы и, соответственно, более высокая численность охотничьих животных. Часть области представлена низменными, поименными участками, где лесопокрытая площадь незначительна. Но, тем не менее, и на этой территории обитают охотничьих животных и птиц, и в отдельные периоды коды численность их довольно-таки значительна. Для нашей области характерно то, что здесь обитают охотничьих животных, свойственные для дальневосточного региона. Из краснокнижных иногда заходит амурский тигр. Более или менее в последние годы эти заходы стали регулярными. Для охотников наиболее популярными видами являются в первую очередь дикие копытные животные, охота на которых очень популярна, и пушные животные. Соболь является основным видом, который, в принципе, востребован среди охотников, ну и имеет постоянный сбыт на опушно-меховых аукционах, что и поддерживает интерес охотников к его добыче. Кроме того, этот вид позволяет снимать некоторую социальную напряженность в отдаленных селах нашей области, так как часть трудоспособного населения, в основном мужчины, занята зимой на промысле данного вида охотничьего, пушного охотничьего. Наличие в области вот этих оттаежных охотугодий в западной части способствовало сохранению такого вида охот, как промысловая охота. Это, значит, имеется часть охотников, сохранившихся с того века интерес, профессиональные навыки к такому виду охоты. Эта охота довольно-таки сложная, имеет свои особенности, но, тем не менее, у нас в области она сохранилась, и часть охотничьих хозяйств именно ориентирована на ведение промысловой охоты. Кроме этого, распространена любительская спортивная охота. Это более массовая охота. Из видов охотничьих животных для нашей области очень характерно, для любительской охоты, это такой вид, как фазан. В отдельные годы численность его значительна, но и это привлекает охотников, является, значит, таким, подстегивает их интерес охотничий. И область посещается не только нашими охотниками, но и очень популярная эта охота. И очень много охотников приезжает в соседних регионах, и из Самойской области, а еще больше из Хабаровского края, и из города Хабаровска. Отрицательными факторами, мешающими восстановлению численности охотничьих животных, в настоящее время являются такие факторы, как браконьерство, лесные пожары и воздействие волка. Ну, по воздействию браконьерства более или менее понятно. Этот бич охотничьего хозяйства присутствовал всегда. Вот, с ним ведется борьба. Мы видим, еще какое-то время с этим явлением нам придется сталкиваться и ему противодействовать. Что касается пожаров, значит, особенно страдают низменные части нашей области. Как правило, в засушливые периоды, это весна и осень, этими палами проходится большая часть территории, что резко ухудшает условия существования косули, охотничьих птиц и пушных животных. Часть даже молодей погибает при таких пожарах. С волком ситуация обстоит следующим образом. Численность этого хищника возрастает, и этому способствует в данный момент то, что в настоящее время у нас в стране, не только в области, я имею в виду вообще в Российской Федерации, отсутствуют легальные химические препараты, позволяющие ввести уничтожение данного хищника. Использовать методы борьбы с волком, которые распространены на Западе России, то есть облавные охоты с лошками, в условиях Дальнего Востока и Сибири, где очень большие пространства, малая численность населения, отсутствие дорог, использовать подобные методы невозможно. Поэтому единственным методом, который реально мог снижать численность волка, а раньше и сейчас остается это воздействие химических препаратов. Вот отсутствие таких препаратов, значит, приводит к увеличению численности хищника, ну а последний, естественно, изымает основной прирост популяции, в первую очередь, диких копытных животных. Сдерживает их, не позволяя охотничьим хозяйствам использовать этот потенциал в более полном объеме. Сегодня большое внимание уделяется Дирекция по сохранению и воспроизводству промысловых видов животных. Устраиваются кормушки, регулируется численность хищников, способных нанести значительный ущерб популяции животных. Как поясняют эксперты, обильные снегопады затрудняют зимовку животных. Снежный покров толщиной более 50 сантиметров является критическим для многих копытных. Молодым особям становится трудно передвигаться и добывать себе корм. В итоге сигалетки не набирают необходимого жирового запаса. В некоторых случаях суровые зимы приводят к гибели животных. Необходимо отметить, что недавно закончился сезон охоты на копытных диких животных. Поэтому мы работали в усиленном режиме, в усиленном, так сказать, варианте. Сейчас сезон закрыт, и мы, тем не менее, продолжаем охранные мероприятия. В настоящий момент мы производим подготовку к проведению ежегодного зимнего маршрутного учета с целью определить численность диких животных на территории еврейской автономной области. Наши сотрудники будут выезжать по установленным маршрутам. В этом году мы будем продолжать внедрение прогрессивных методов. В том году мы опробовали этот метод. Это внедрение станции GPS, спутникового навигатора. Он позволяет точно пройти по маршруту и нам проконтролировать тех людей, которые проходили по маршруту, были они там или нет. То есть этот прибор уже не обманешь. Поэтому ожидаем, что в этом году будет существенно повышена объективность этого учета. Вкупе с этим мы проводим биотехнические мероприятия на территории особо охраняемых природных территорий, заказники областного значения, ну и на прилегающих территориях. Ввиду того, что снежный покров сейчас увеличился к концу зимы, он пока еще не достиг таких аномальных критических отметок, но тем не менее приближается к ним. Поэтому ситуация у нас, конечно, получше, чем в Приморском крае. Но тем не менее мы проводим этот комплекс биотехнических мероприятий. Где-то порядка 16 тонн зерноотходов завезено на особо охраняемые природные территории. Где-то было завезено в летний период порядка полторы тонны соли на искусственные солонцы. Проводится также в тех местах, где сложилась тяжелая обстановка для добывания корма фазану. Значит, по фазану мы проводим так называемые полосы, очищаем от снега с помощью привлеченной техники. Вот нам помогают некоторые спонсоры, в частности заказники Ульдуры сделали такие полосы. То есть для того, чтобы фазан мог бегать по земле, находить себе корм, где-то какие-то камушки склевывать. Ну то есть работы мы эти, естественно, проводим. Значит, по охранным мероприятиям у нас инспекторский состав настроен на усиление борьбы с браконьерством. Повышаться будет количество рейдов на охраняемые территории. Значит, необходимо отметить, что случаи браконьерства еще есть на территории области. Значит, за прошлый сезон силами инспекторского состава нашей дирекции было изъято порядка 57 стволов гладкоствольного оружия, которое незаконно использовалось на охоте, и 7 нарезных стволов. Современные горно-металлургические предприятия это крупные природопроизводственные комплексы, неизбежно влияющие на ландшафтные, климатические, гидрогеологические характеристики территории, на которых они расположены. Не секрет, что такое воздействие довольно часто бывает негативным. Поэтому экологический контроль на таких предприятиях вела отнюдь не второстепенная. Защита природы, поддержание экологической безопасности должны находиться и находятся в центре внимания руководства компании «Петропавловская черная металлургия», которая строит Кимкано-Сутарский комбинат на территории Аплучинского района. Здесь создается система производственного экологического контроля, задача которого – обеспечить максимальное снижение негативного влияния на окружающую среду, связанного с производственной деятельностью. Еще год назад здесь рос лес. Сегодня работает тяжелая дорожная техника. Все работы ведутся с соблюдением экологических норм. Уже второй год на территории Аплучинского района ведется активное строительство Кимкано-Сутарского горно-металлургического комбината. Все это время за ходом строительства будущего предприятия следит экологическая служба. Ее введение входит в проведение мониторинга окружающей среды, встречи с общественностью, вопросы экологического просвещения местного населения, а также разрабатывают и воплощают различные природоохранные мероприятия. Чтобы приступить к строительству комбината, необходимо было спилить большое количество деревьев. И здесь строители не поступили со своими принципами. Не было срублено ни одного лишнего дерева. Прежде чем начать строительство комбината, его экологические службы провели полное исследование окружающей среды. За это время, что возводится новое предприятие, было проверено состояние атмосферного воздуха, водоемов, а также животного и растительного мира. Как показали результаты мониторинга, сегодня воздействие комбината на окружающую среду незначительное, а весь урон нанесенной природе уже восполняется. Примером тому служит посадка прошлой весной саженцев кедра. Могу сказать, что площади объектов, которые будут разрабатываться, конечно, для животных будут потеряны. Но животные чем отличаются, тем более крупные животные, отличаются подвижностью и приспосабленности к изменению средней обитания. То есть даже при существовании объектов блока, животные будут обитать, особенно в летние времена, будут обитать непосредственные близости к объектов блока. К тому примеру масса, будем говорить даже на армейских полигонах, где периодически происходят подличные много взрывы, животные обитания. Сегодня на территории автономии проведены исследования по экологии охотничьих животных. Изучены причины колебаний и численности для многих видов, а также разработаны методы нормирования добычи и воспроизводства охотничьих животных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова